Уважаемые коллеги, разрешите от имени Орбкомитета вас приветствовать, поблагодарить за участие в сегодняшней конференции «Успешность развития социальных систем и государственной политикой управления». У нас уже сложилось, причем со многими из вас, неоднократными участниками нашей конференции, определенная традиция. Мы выносим те темы, которые содержат в себе и научный вызов, и практическую актуальность, иногда с очень такими высокими температурами в этих параметрах. Казалось бы, что тема успешности звучит как-то тривиально, даже обыденно, но на самом деле выходят научные труды, связанные с оценками развития социальных систем, с оценками прогресса социальных систем. Но мы видим новые горизонты соединения простых методов индексирования развития с вызовами государственного управления, с вызовами общественных рефлексий и вновь управленческих воздействий на сложную социальную систему. Не так давно очень авторитетный ученый Шутов Андрей Юрьевич, декан факультета политологии МГУ, на одной из дискуссий выразился таким образом, что такого понятия, как успешность сложной социальной системы, под которой мы понимаем, конечно же, различные агрегации, такие как государство, страна или человечество, такого понятия, как успешность, нет. Мы пригласили его сегодня на конференцию, надеюсь, он еще, возможно, подойдет. Есть или нет такое понятие, есть или нет такой вызов. Всем кажется очевидным, что понятие успешного человека тривиально. Здоровый, оптимистичный, с хорошей семьей, с заработком, карьерой, психологически позитивный. Всем понятно и естественно. Но человек может и заболеть, может и умереть. Возникает представление о полюсах позитивности, негативности понятия. Успешный человек. Но социальная система в одном из методологических научных подходов, которые мы назвали, предлагая его активизацию в научном обороте, витальной теории сложных социальных систем. По аналогии возникают похожие вызовы. Государство, страна может рождаться, как, например, сегодня Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Могут болеть, в том числе и смертельными болезнями, которые заканчиваются смертью, как, например, для СССР в 1991 году. Или бог знает, чем такая болезнь закончится для нашей сегодняшней России. Для человека известны параметры температуры 36,6. Правда? Все знают. Частота ударов, сердце 60 ударов в минуту. Давление, там, 130 на 80. Здоровый показатель. Если они отклоняются, то возникает необходимость их коррекции для того, чтобы вновь вернуть человека к состоянию успешного. А что определяет здоровье страны? Каковы для страны, для государства понятия правильной температуры, правильного сердцебиения, правильного давления? Возможно ли найти такие показатели, мониторируя которые и управляя факторами воздействия на которые, можно управлять страной так, чтобы она была здоровой, богатой, не бедной и больной? Успешность страны в более общем плане сложной социальной системы это более чем актуальная и состоятельная научная тема. Это и есть предмет нашей сегодняшней научной конференции. Очевидны вызовы научной новизны, научной актуальности и значимости, практической значимости. Вот мне очень хочется призвать сегодняшнее наше собрание к тому, чтобы мы под таким углом зрения подошли к объявленной теме, к содержанию докладов и дискуссий, которые тоже мы планируем в районе обеденного перерыва. Требово критично отнеслись к нашим сообщениям, стилистикам выступлений, чтобы это был не просто разговор по случаю, по поводу, а раскрытие работы с действительно серьезной научной категорией, темой и вызовом. Мы не будем с вами никаких резолюций принимать, но я надеюсь, и от имени оргкомитета выражаю надежду, что те находки, те наши коммуникационные обмены идеями, результатами, перспективными предложениями найдут отражение, как это называется, в научном обороте. Станут достоянием более широких кругов, в том числе, возможно, общественных, медийных кругов, и как-то, может быть, внесут малую толику к те поиски в нашей стране, поиски и экспертных, научных кругов, и политических, государственных руководителей. Как все-таки управлять Россией, чтобы она была успешной. Порядок нашей конференции в программе у вас есть. Я лишь, как всегда, опять по традиции прошу извинить за такой, в кавычках, корыстный замысел, выражающийся в том, что два первых доклада специально готовились для того, чтобы создать палитру вызовов и направлений обсуждения, они будут более длительными. Остальные доклады будут на пленарке по 15 минут, на секциях по 10 минут. Как всегда, мы выпустим труды этой конференции с учетом содержательности, значимости представленных докладов и факта его здесь презентации. Поэтому разрешите мне взять на себя первый груз, первую ответственность, сделать такой вот вводящий и раскрывающий политконференции доклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова